Все так, новости для вас, друзья, 3 в квадрате, как всегда, в эфире Большого Радио, 17.30 на наших часах. И великолепный состав, как всегда, у нас сегодня в студии, это Екатерина Гладышевская. Добрый-добрый вечер. За режиссерским пультом очаровательный Евгения Жукова. Кивает, кивает. Да, кивнула, кивнула, проверили. Значит, ну и мужская половина нашего квадрата, Максим Жаравин. Всем привет. И меня зовут Дмитрий Рябов, всем еще раз здравствуйте. И, конечно же, друзья, еще один незримый участник нашего эфира – это вы. Звоните 45-09-45, делитесь своими новостями, рассказывайте, что у вас происходит, на что вы обратили внимание, комментируйте то, что мы вам расскажем. А мы сегодня подобрали множество интересных новостей. Ну и пишите, пишите в Viber, в WhatsApp, в Telegram или даже SMS на номер 8921-045-1045. И Екатерина сегодня повелевает всеми нашими гаджетами, которые ваше сообщение и принимают. Друзья, начать хотелось бы с радостного. Сегодня мурманский Алеша отмечает день рождения. Ура! Памятник защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, полностью он так называется, был открыт 19 октября 1974 года. Что это значит? Что нас тогда еще не было. Нет, это значит, что в следующем году, судя по всему, будет большое празднование. 49 лет Алеша в этом году. Ну вот, собственно, поводом стал день 30-летия разгрома немецких фашистских войск в Кольском Заполярье. Ну, по-моему, Катерина, ты была у нас внутри. Была, я уже смутно помню, честно говоря, да, в годы моей работы еще на телевидении. Но изнутри, как это зачастую бывает, не так, конечно, все царственно и величественно выглядит, как снаружи. Помнится, и внутри ветряка тоже знаменитая была у нас, скажите мне, как она называется, где географически. Кооперативная Ленинградка. Спасибо, Макс. Пожалуйста. Да, вот там тоже все не так, конечно, снаружи, гораздо прикольнее. Ну да, Алеша, вот я, честно говоря, не фанат военных именно памятников, вот этих милитаристских, но Алеша какой-то действительно родной, уютный уже, наверное, даже в какой-то степени. А изнутри это действительно очень прикольная история, когда ты понимаешь, что ты вот была причастна к тому, к чему были причастны немногие. Вот все привыкли видеть его таким, а я такая, я вот еще вот так вот видела. Ну, хоть что, тебя хоть что-то впечатлило там, я не знаю, ты далеко забралась ли? Да нет, ничего меня не впечатлило, Дим, серьезно, только вот само таинство, так сказать, соприкосновения. Будь там внутри чуть-чуть посимпатичнее, возможно, это могло бы даже стать частью какого-то экскурсионного маршрута, зайти внутрь Алеши. Безусловно, конечно, как фишечка такая. Статус свободы же ходят в Соединенных Штатах Америки, да, в нее. Ну, может быть, придут к этому потом. Меня, знаете, что еще впечатлило, когда дроны появились, и Алешу сняли вот прямо анфас, да, и ты понимаешь, что, ну, памятник специально так сконструирован, чтобы он с земли красиво смотрелся. А если его снимать вот ровно напротив лица, то это какая-то очень странная, получается, история, очень он не по-человечески выглядит. Да, у меня тоже, по-моему, было яркое впечатление, когда увидела первый раз, как будто вот какой-то другой даже памятник. Ну, так, да, так всегда и бывает. Ну, тем не менее, стоит над горою Алеша, и, собственно, всех мурманчан, наверное, с этой датой можно поздравить, ну, по крайней мере, отметить. Конечно. Вот, ну и давайте к новостям. Новостей сегодня, как я уже упомянул, много, и первый блок у нас такой про всевозможные строительно-жилищные изменения в столице Заполярья. И первая новость о том, что девятиэтажный дом для переселенцев возведут в Мурманске. Значит, сегодня у нас проходило очередное заседание Совета депутатов города Мурманска. И одно из решений, значит, принятых народными избранниками о том, чтобы передать недостроенный ведомственный жилой дом на улице Бредова акционерному обществу «Север». Компания сейчас занимается возведением пятиэтажки на 21 квартиру по соседству. Ну, а это будет новый инвестиционный проект по строительству девятиэтажного жилого дома. Большую часть квартир планируется передать горожанам из аварийного фонда и детям-сиротам. То есть тех, кого переселяют из аварийных домов, ну и также детям-сиротам, то есть своего рода такой социальный дом. Радостная новость. На мой взгляд, хоть какое-то жилищное строительство в Мурманске зашевелилось. Собственно, с языка я снял. Да, и слава богу, что хотя бы вот таким вот образом мы можем хотя бы какой-то шажок делать в отношении того, чтобы у нас, правда, что-то строилось. Пусть даже Бредова, но тем не менее. Ну, а что суть Бредова? Я про географическую удаленность от центра. Ну, в центре-то уже все и застроено, мне кажется. Ну, с другой стороны, да. В Первомайке тоже люди живут. За что ты так их обижаешь? Нет, я в Первомайке, я выросла всю свою жизнь. Ну, понимаешь, человек, который живет на Самойлова. Ну, стопэ, ребята. Я на Героев Рыбачева рядышком с Крупской, я прожила всю свою жизнь и в школу ходила, я тут в институт ездила. Так что вот не надо вот этого. Я вообще напомню, что у нас Мурманская область стабильно оказывается в конце различных рейтингов по вводу жилья в России. И все то жилье, которое все-таки умудряются построить, это либо индивидуальное строительство, то есть люди строят себе жилые личные дома. Либо что-то ведомственное. Либо что-то ведомственное, либо из актуального на наш с вами век. Это различные общежития наших крупных строек вроде Белокаменки, вроде Лавны, где возводят вот эти вот быстрые какие-то дома для того, чтобы вахтовики в них могли жить. Но они заходят в зачет, так сказать, жилищного строительства, но фактически мы там, руманчане, с вами этих домов не видим и никак им воспользоваться не можем. А я вообще как-то общался с экспертом, с одним, и он высказывался на тему строительства так, что у нас многое так есть невостребованного, уже построенного жилья, да. И надо сперва научиться грамотно эти площади использовать, прежде чем задаваться вопросом о строительстве чего-то нового. Что значит грамотно использовать? Нет, отчасти я соглашусь, я недавно была в общежитии на Полярных Зорях, то есть, в общем-то, тоже центр города считается. Общага — это трэш, ребята, ну просто трэш. Там был пожар, там в безобразном состоянии всё, там абсолютно антисанитария, там живут люди. Я к тому, что, причём год постройки, там 67-й, то есть не такой какой-то там лохматый. И в принципе, если бы была бы... Шестьдесят седьмой год — это почти шестьдесят лет назад, на минуточку. Ну, я к тому, что как бы... Шестьдесят лет, знаешь. Я к тому, что... В северных условиях. Я слышу. Я к тому, что наш жилищный фонд, в большей части, он ещё более ранних годов рождения. И вот если бы хотя бы кто-то проявил инициативу, и даже эти помещения привели бы в порядок... Так, а тут скорее вопрос к жильцам, почему они довели... А я тебе скажу относительно того, как правильно пользоваться и привести в порядок. Мне доводилось бывать в Таллине, и там есть районы с точно такими же девятиэтажными панельками, как у нас, с точно такими же пятиэтажными хрущёвками, как у нас. И эти дома выглядят не так, как будто бы им шестьдесят или семьдесят лет. Они все почищены, они все отремонтированы внутри и снаружи. Там везде заменено остекление у балконов и окон в едином стиле. То есть не городят у нас там люди на балконах, кто во что гораст, у кого там, насколько креатива хватает. И это к вопросу о том, что этими вещами, наверное, они жильцы должны заниматься какими-то. По крайней мере, визуальными, да, и вот содержательными. А муниципальные власти, ну, либо там управляющие организации. Я не знаю, как рынок ЖКХ работает в Эстонии, честно говоря. Ну, не знаю. С другой стороны, вот смотри, общага, да. То есть мы понимаем, что есть там в любом случае места общего пользования, какие-то кухни душевые и прочее. И это уже, ну, полностью на совести жильцов. Такие вещи я согласен, да. Нет, то, что как бы изначально нужно было этим озаботиться еще, когда помещения не выглядели так, как они выглядят сейчас. Но это как бы в идеальном мире. Сейчас уже мы имеем то, что имеем. А это то, что вы говорите, душевых как таковых там нет. Там есть что-то, как она называется-то, прачечные они называют эти места. Там стоят вот эти узенькие стиралки старенькие. И там, где должен душ быть, там просто дырка в кафеле сделана, куда вода, собственно, стекает. Ну, вот небольшая площадь, и просто тупо дырка в кафеле в углу. Народ приходит туда со своими шлангами и слейками. Шланг они прикручивают куда надо, открывают воду, моются. Вода уходит вот в эту вот дырку, они откручивают швой шланг и уходят. Ну, это трешак. Ну, а как тебе туалеты на улице до сих пор в Мурманске, в нескольких домах? И вот этот лозунг, я помню, к столетию Мурманска без деревяшек. Погоди, сейчас благоустройство центральной площади закончит. Как заживем? Там вот как будто у нас павильон с кабинками туалетными рядом с туристкой информационным центром. Но надо признать, да, что сейчас все вот эти жилищные проблемы нынешним властям города, региона, их приходится разгребать и расхлебывать, потому что их содержанием не занимались годы до этого. И приходится расхлебывать, потому что СМИ сейчас бьют тревогу, и пользователи соцсетей бьют тревогу, и жильцы, соответственно. Появилось больше возможности жаловаться. Потому что это становится невозможно. Да, и как бы игнорировать это становится уже невозможно, потому что это не единичный случай. Это, к сожалению, наш быт нынешний. Ну и опять же, посмотреть на соседнюю Карелию. Я был не так давно в Петрозаводске. Ну просто все окраины в кранах. Постоянно строят какие-то новенькие домики. Двухэтажные, симпатичные, там с панорамными окнами. Ну вот так называемые человейники тоже какие-то возводят. Ну то есть много новых домов. Приводить в порядок дома там сразу после военной постройки, я считаю, ну смысла уже нет. Ну конечно, да. Так что надеемся, что вот первая ласточка такая, да, по крайней мере, обещают. Посмотрим, какой это дом будет, как его построят. Ну уже не первая. Все-таки на больничке там у нас пытаются тоже как-то приводить чувство район и строить там один пока что жилой дом. А, ну да, да. Ну вторая. Тем не менее, пока что строительного бума не наблюдается. Кстати, еще про квартиры поговорим в Мурманске. А пока что расскажу еще одну новость. Уже для, не для мурманчан, а скорее для приезжих, для туристов и командировочных. Значит, мурманский отель Parkin, он же Полярные Зори, сменит вывеску. И теперь будет переименован в Космос. Дело в том, что до марта 23-го года гостиницы принадлежали одной международной компании. А затем их приобрела дочерняя компания АФК-система Космос Северо-Запад. То есть, по сути, наша российская компания выкупила активы и теперь наш Parkin, который Полярные Зори, будет называться, наверное, Космос Полярные Зори. Или как-то так. Ну, гостиница Полярные Зори за время существования несколько раз меняла название. И оно все с каждым разом удлинялось, удлинялось и удлинялось. Сначала это было просто одна гостиница Полярные Зори. Потом это стало Parkin Полярные Зори. Потом добавилась приписка By Redison. И вот теперь вопрос возникает. То есть, Космос и все? Или Космос Полярные Зори? Или Космос Пчелы и Саша Белый. Что-то для тех, кто понял, да? Да. Вот, то есть, ну, вывески вывесками. Полярные Зори — это уже, ну, такая какая-то история, да? Это как волна, как волна, как охота, как молодежка. Нет, я согласен. И было бы, ну, наверное, немножко грустно лишиться еще одного такого локального мурманского топонима. Но, с другой стороны, время идет, времена меняются. Да, все равно будем по старинке. Большая часть, мне кажется, жители как называли, так и называют. Точно так же, как остановки переименовывали. А бесполезно, да. Да, и все равно в народе по-другому. Слушай, ну, не скажи, дети вырастают, люди приезжают новые. У меня, помню, опять же, такая короткая личная история. Когда супруга сюда переехала из другого города, я ей сказал, ну, вот, объяснял куда-то проехать. Говорю, ну, на чайки выходи. И она села на 18-й до конца. Говорит, ну, остановки объявляют. Я там не услышала ни одной чайки. Так и укатилась с непривычки. Это я к тому, что люди, ну, новые, то есть, ну, молодые люди, или кто приезжает в наш город, они привыкают уже к новым топонимам. Не, ну, это понятно, да. Кто сейчас помнит ресторан «Встреч» или ресторан «Панорама»? А остановка ведь долгое время, по-моему, даже до сих пор она остается. А магазин «Пятый Траловый», а магазин «Нептун». Вот, ну, тут можно... А диетический еще был. Я, правда, это помню больше по бабушке с дедушкой. Ну, мне нравятся, на самом деле, вот эти старые топонимы. Мне тоже. Там «Полярные зори», «Встреч», там, какие-то вот «Чайка», «Восход». Ну, совершенно нейтральные. Понятно, что когда-то так назывался магазин, и они сейчас пытаются вот, ну, как бы, избежать рекламы, да, я так понимаю. Ну, чтобы это не было рекламой. Потому что, ну, формально магазин «Чайка» остался. Но он не называется «Чайка». Называется. Торговый центр «Чайка», он, по-моему, так и называется. Там вот эти пара ларьков каких-то внутри там с цветами. Ну, вывеска висит. Да, надо проверить. И «Восход», по-моему, тоже так же, да. Поэтому, видимо, для этого, чтобы лишней, как будто бы рекламы не было, переименовывать. Ну да, надеемся, что у нас будет теперь что? «Космос, полярные зори». А вот название следующей новости лично для меня, кстати, оказалось незнакомым. Название следующей новости? Не название, а название, которое фигурирует следующей новости. Рассказывай, Кать, в чем там дела? На аварийный ремонт теплотрассы бывшей гостиницы «Шахтер» в Мурманске дали 20 дней. Я вот человек, который мониторит новостную ренту, и который достаточно давно живет в городе Мурманске. Для меня, во-первых, было открытие бывшей гостиницы «Шахтер», я гуглить полезла, я зависла. И второе, что была, оказывается, какая-то авария теплотрассы. Да, но это здание на Пушкинской, 10. Давай поясним тем, кто так же, может быть, не в курсе. Долгое время оно уже не используется, да, и сейчас большие планы. Здание бывшей гостиницы «Шахтер» сейчас планируют реконструировать и создать отель уровня 4 звезды. Стоимость проекта составляет аж полмиллиарда рублей. Ну, заявка серьезная на 4 звезды. Да, и ищется инвестор. Ну, то есть, да, 4-зоточная гостиница — это уже такой существенный уровень, скажем так. Вот, и, видимо, в этой связи решили привести все в порядок. Значит, 20 дней дали подрядчику на проведение аварийных работ. Была большая авария. Ну, и прорыв теплосети. То есть это не вот-вот-вот сегодня было? Это вот, в принципе, потому что я что-то тоже такая листая. Я так понимаю, совсем не вот-вот-вот сегодня, но сейчас провели обследование состояния инженерных сетей, осмотрели трубопроводы центрального отопления, определили, что все не соответствует. Ну, то есть, перед тем, как искать инвестора, надо и здание в порядок привести. Ну, конечно, конечно. Так, а здание, на секундочку, 1954 года. Вот. Кто быстро посчитает? Ну, почти 70 лет, да. Ну, центр города, оно уже, наверное, какое-то историческое значение имеет. Да, почти наверняка. Вот. Самый центр города, так что еще одна гостиница. Ну, не знаю, насколько в скором времени не сообщается, когда там и чего, какие планы. Отремонтируйте теплосети за 20 дней, а дальше сколько инвестора искать? Не знаю, полмиллиарда рублей тоже. Тут просто проблема, которая вот для меня сразу обозначилась наиболее явно, это то, что у нас подавляющее большинство теплосетей в таком состоянии. И вот, как бы, те дома, где не будут строить четырехзвездочных отелей, вот там, соответственно, до первой аварии. Ну, вот на горе прямо сейчас снижена температура теплоносителя до полного ремонта. И люди жалуются, и холодно, и вода горячая периодически отсутствует и так далее. Там список домов 30, наверное, на горе. Понятно, что вот сейчас уже нельзя вот взять там, я не знаю, перерыть посреди зимы, практически посреди зимы весь город, вытащить все старые трубы, заменить их на новые, как все заработают, как заработают. Да, это даже и летом сделать, я тебе больше скажу, нельзя. Да, это просто, ну, это проще, наверное, новый город построить. Ну, вот да. Поэтому латают вот заплаточки какие-то, мелкие ремонты. Когда уже не припрёт окончательно, пока не припрёт окончательно, то, собственно, ну, вот все надеются, что это где-то в очередном месте не бахнет. А с парковкой, представляете, там же Кировка, там у МВД, там и так-то этого приткнуться негде. Ну, парковка у Кировки немаленькая. Ну, я к тому, что когда праздники, она и так забитая там, а тут, получается, ещё и гостишка будет. Ну, может, во дворе какой-то кусочек выделят. Ну, может, она и небольшая будет, кто знает. Ну, не знаю. Ну, ладно, подождём, увидим. Да, в любом случае, это дело не завтрашнего дня, очевидно. Ну, надеемся, что найдётся инвестор, потому что лишняя гостиница, ну, никогда не лишняя. Ну, у нас постоянно, когда проводятся какие-то крупные мероприятия в городе... Битком. Битком все гостиницы, да, там какой-нибудь конгресс библиотекарей или ещё что-то подобное. То есть, ну, забиваются, невозможно совершенно снять никакого номера. Поэтому этот вопрос, я думаю, что в целом-то актуальный. Другое дело, что сильно небыстрый. Да, конечно. А учитывая объём инвестиций, да, здесь называется почти 600... Сколько, господи, полмиллиарда рублей. Это сопоставимо, насколько я понимаю, с тем, что нас вкладывают сейчас в разбор Родины. То есть, работ там будет очень много. Это надо будет всё нутро абсолютно туда вытащить. Ну, конечно. И всё по-новому туда завести, залатать, залить бетон, стены. Поэтому, я думаю, что это горизонт, ну, трёх лет, наверное, как минимум. Ну, я бы даже ставил на пять. Ну, да. Посмотрим. Ну, и, коль про Родину сказали, тоже коротенечко успеем до рекламы. Значит, возле обновлённой Родины, то есть кинотеатра, да, в Мурманске появится газон аж на 1400 квадратных метров. Ну, кайф. Действительно, кайф. Пока что одни неудобства. То есть, перекрыли весь тротуар. Ходить вот этот кусочек совершенно неудобно. По другой стороне там переходить. Да, да, да. И так далее, и так далее. Да, ещё и шумно, целый рабочий день. У нас студия находится прямо за Родиной, где ведутся работы. Работать совершенно невозможно. Вот. Ну, говорят, что помимо озеленения будут созданы дорожки, площадки из брусчатки. Общей площадью почти тысячи квадратных метров. Деревья, кустарники. Вот. То есть, ну, красота. Красота нас ждёт у Родины. Мне интересно, как это будет всё склеиваться со сквером, да, который у нас на улице Ленинградской, которая прям примыкает к Родине. То есть, будут ли они это как-то в единый ансамбль всё организовать? По идее, это должно быть, да. Сносить забор, может быть, как-то продлевать дорожки, которые сейчас есть в сквере. А, и сам кинотеатр будет таким прям островком посреди зелени. Да, это было бы любопытно, но я вот, честно говоря, концептов сейчас не припомню. Предусматривают ли они как-то соединять кинотеатр и территорию? Ну, подожди, подожди. Сейчас в начале пять углов обсуждаем уже, всё одобрим, а потом новый концепт выкатим. Тоже все нажмём на кнопку «Да», потому что других нет. Других вариантов не будет, да. Да, и вперёд. Ну что, друзья, прервёмся на небольшую рекламу на Большом Радио. Впереди много интересных новостей. Три в квадрате на Большом Радио набирают обороты. Друзья, присоединяйтесь к нам, 45-09-45. Звоните, высказывайтесь насчёт предстоящих жилищных и прочих изменений в городе Мурманске, ну или предлагайте свои темы для обсуждения. И пишите номер тот же 8921-045-1045. Вайбер, ватсап, смс, телеграм, всё, что вашей душе угодно. Ну а посмотреть на нас можно в прямой трансляции на нашем сайте bigdefiseradio.ru. Там помимо аудио ещё и видеотрансляция идёт. Продолжаем об изменениях внутри города, скажем так. Уже упомянул, что сегодня горсовет заседал. И помимо всего прочего предлагается внести изменения в устав города. С чем это связано? Ну, во-первых, как мы знаем, активно обсуждается. Скорее всего, уже будут приняты все эти решения относительно того, что у нас будет один мэр. Уже точно принято соответствующее постановление по поправке в закон подписал губернатор у нас. И теперь все местные, так сказать, советы депутатов в муниципалитетах у нас обязаны внести соответствующие поправки в свои уставы. И со следующего выбранного сезона в муниципалитетах будет один глава муниципального образования. Ну и правильно, мне кажется. Потому что когда ввели вот эту вот систему, люди путались и люди путаются до сих пор. Кого ругать? Глава муниципального образования, глава администрации, куда писать, кому обращаться в той или иной ситуации, что делает один, что делает другой, почему. А самое главное, что никого из них двоих они не выбирают. Вот да. Ну да, теперь будем не выбирать одного. Хоть так, хоть и так обидно. Также, собственно, депутаты Горсовета будут выбирать главу. Ну и второе изменение. Вот тут любопытно, что поправки, еще одни в устав, предлагают перейти с двухмандатных на одномандатный избирательный округа, а количество депутатов сократить с 30 до 25. Вот еще одна путаница, мне кажется, для большинства людей с этими мандатами. Да, на самом деле, я не думаю, что это для людей такая большая путаница. То есть люди по-прежнему будут приходить на избирательный участок своего округа, просто голосовать теперь будут не за две кандидатуры, которые будут представлять их интересы, а только за одну. И уменьшение количества депутатов, я думаю, здесь прямо ведет к тому, что нас, скорее всего, как-то еще мельче нарежут округа, собственно. А почему мельче, наоборот? У тебя было 30 депутатов по два от округа, а теперь 25 по одному от округа. То есть у тебя будет 25 избирательных округов. Поэтому предстоит очередная переделка избирательного пространства в городе Мурманске у нас. Ну а какая логика в этом? Как ты думаешь, зачем вообще это сделано? Мы сегодня размышляли, знаешь, у нас в редакции к какому-то единому мнению не пришли, но обратили внимание, что на местном уровне, что на областном уровне. Каждый выборный год, сезон, пятилетка, четырехлетка, все зависит от того, в каком муниципалитете это происходит. Каждый раз по новой нарезают округа, переделывают. То есть здесь можно долго размышлять о том, для чего это делается. Возможно, для удобства граждан, конечно же. Конечно, все, что делается у нас для удобства граждан. Но занимательный факт, что не было ни одного выборного сезона, когда округа сохранялись бы с предыдущего. Да, полностью. Каждый раз что-то переделывают. Я как простой избиратель, мне главное школу, в которой я хожу голосовать, уже много-много лет, уже больше 20 получается, вот не меняйте, я уже там привык, все знаю. И пирожки верните, пожалуйста. Ну, тем не менее, вот пять кресел, получается, из горсовета будут, наверное, куда-то выставлены на аукцион или разобраны на сувениры. Оптимизация, оптимизация, оптимизация. Возможно, так хотят сделать работу депутатов более эффективной, но это не точно. Ну, меньше затраты. Понятно, что депутаты у нас горсовета все-таки должность неоплачиваемая, но, тем не менее, совещание на 25 человек, наверное, чуть экономичнее проводится. Запоминать, опять же, людям проще будет немножечко. По телевизору будут показывать не 30, а 25. Слушай, ну вот, честно сказать, у меня ощущение, что у нас... Хотя они в тех же показывают. Да. Ты знаешь своего депутата? Не знаю, кто именно от моего округа, честно. Вот и вся проблема сегодняшних выборов. Больше половины, наверное, имен, да, ключевых, но не знаю, кто именно из них от моего округа. Слушайте, я тоже не знаю. А я вообще не в Бурманске прописан, чтобы вы так смотрите. Вот. Да, собственно, в этом и история, что многие... Я вообще поразился. Взрослые люди некоторые не отличают депутатов областного парламента от горсовета, например. Депутаты и депутаты что-то там наголосовали. Еще, видите, разнятся по регионам названия у нас Дума, у кого-то законодательное собрание, да? Это может быть еще где-то как-то называется. Ну, а в чем вот с этим-то проблема? Нет, я к тому, что как бы тут тоже вот горсовет, Дума, что там, как, где, куда, опять кто за что отвечает? Ну, главное, чтобы на благо народа эти 25 человек работали. Поэтому надеемся. И знаешь, что я еще подумал? Чем 25 лучше, чем 30? Тем, что никогда не будет равенства голосов. То есть 30 могли голоса поделиться, 15 на 15. Ну, у нас же бывают, наверное, такие вопросы на заседании, когда прям поровну мнения поделились. А, кстати, по округам было бы неплохо, чтобы все-таки где-то на сайтах появилась очевидная и доступная информация, благодаря которой человек мог зайти и сразу же найти, какой у него участок, там, какой у него округ, кто у него депутат. Потому что я как-то озадачивалась перед выборами, там как-то было непросто. Я пыталась найти, кто вот по моему округу баллотируется, и такая была каша. Про непросто ты совершенно права, то есть всю эту информацию почти наверняка можно получить на сайте избирательной комиссии. Но там такая карта сайта, там, чтобы пробиться до нужной тебе информации, там нужно прям выпить какого-нибудь успокоительного и отправляться в путь на поиски нужного тебе избирательного участка, избирательного округа и депутата, который собирается представлять твой округ. Нет, с этим есть проблема, я согласен. Ну, на сайте единственного облдума, наверное, более-менее понятно. Кто из какого района? Ну, кто из какого района, да, как-то вот он мне кажется более, как это модно говорить, юзерфрендли. Да, так как-то вот я живу в центре, я живу в Октябрьском округе. По логике, я должна заходить там, не знаю, на страничку на сайт администрации Октябрьского округа, и там должна быть исчерпывающая информация, в том числе и по округам. А еще, чтобы пробивали твой IP и писала сразу «Здравствуйте, Катя». Вас приветствует депутат такой-то такой-то. С каким вопросом вы хотели бы ко мне обратиться? Нейросетью его еще, знаешь, запрограммировать, чтобы он прям с тобой вживую общался. И 3D такой вылезает, как это вот показывают, где там, в Китае, в Японии. В фильме «Звонок». Нет, нет, но там человек вылезал, а там такие прям 3D-шные, 4D-шные фигуры красивые. Он такой из монитора такой, Екатерина Александровна, слушаю вас. Вот ваш кофе. Мне кажется, это отличная идея, которую можно предложить к ближайшим выборам в Горсовет, которые пройдут у нас в сентябре следующего года, и предложить депутатам сделать такую, как ты говоришь, юзер-френдли... Персонифицированный подход каждому жителю. Да, виртуальные приемы. Жители же тоже сразу располагают такое, когда тебе лично еще и кофе предлагают. Ну, огонь. Ну, огонь, согласен. Есть таргетированная реклама. Вот, да, значит, все эти механизмы и искусственный интеллект. Узнали, что Катя жаловалась на услуги ЖКХ. Открываешь страничку с депутатом, а он тебе сразу и рассказывает. Вы чем-то недовольны? У вас нет горячей воды? Да, Екатерина Александровна, у вас была вот такая ситуация. Как вас устроило качество услуги, которая была вам оказана? Восстановили все ли нормально? Хороший ли напор? Хорошая ли температура? Ну что, Кате желаем хорошего напора и температуры. А у нас сейчас прямо по курсу традиционная музыкальная пауза в нашем эфире. И сегодня она про Элвиса Пресли. Для Элвиса 19 октября. Это, собственно, дата, во-первых, когда его хит «Jailhouse Rock» ворвался на первые строчки чартов в далекие годы. А в 2009 году, в этот же день, прошел аукцион в Чикаго. И где за 15 тысяч долларов был продан клочок волос. Якобы он принадлежал Элвису. И состригли с его королевской головы его, когда он уходил в армию. Также на аукционе с молотка ушли рубашка за 52 тысячи долларов. Несколько носовых платков, использованных на концерте за 732 доллара. И фотография со свадьбы Элвиса за 6 тысяч долларов. Надо перебрать свой гардероб, мне кажется. Вот, и, собственно, по поводу всех этих событий, прямо сейчас немного рок-н-ролла в эфире Большого Радио. Друзья, знаете, следующая новость у нас, после которой, наверное, все должны сказать, вот теперь-то заживем. Дорогие слушатели, звоните и говорите нам, вот теперь-то заживем по номеру 45-09-45. Или отправили сообщение, Екатерина ждет на номер 8-9-2-1-0-45-10-45. Единый номер Viber, WhatsApp, Telegram и даже SMS принимаем от вас. Так вот, новость в том, что комитет Госдумы одобрил проект об увеличении минимального размера оплаты труда. Ура! Как заживем! Вот, вот о чем я и говорю. И, собственно, в 2024 году этот самый пресловутый мрот увеличится аж на 18,5% и составит 19242 рубля. Я уже подсчитал все свои будущие миллионы примерно. Вообразил и представил, как я купил две машины и три квартиры. И ты будешь на каждый эфир приходить с новым ноутбуком. С новым ноутбуком, да. Ну, а в Мурманске, на самом деле, это почти в два раза больше, я так понимаю. Потому что сейчас мрот у нас составляет порядка 37 тысяч рублей. Да, на минуточку. Там коэффициент суммарный со всеми полярками получается где-то вроде 2,2-2,3, по-моему. Но в целом, да, где-то так и будет. Вот, так что... А теперь, наверное, и за 40 тысяч перевалит. Вот. Собственно, ну что? Это ляжет, мне кажется, таким бременем на тех, кто берет людей на минималку. Бизнес. Знаете, вот это, да, малый бизнес, когда человечка надо трудоустроить и платит ему мрот. Чисто символически, да. Ну, знаешь, уже сейчас чисто символически 40 тысяч, это уже не символически ни разу. Но тем не менее, да. А остальное, если какие-то премии, доплаты и бонусы, все в каком-то конверте. Вот. Ну и что? От мрота у нас что еще зависит в стране? Есть же какие-то показатели? Ну, я думаю, что выплаты, льготы, да. Это все исчисляются у нас на основании мрота. Соответственно, люди, которые получают или зависят от подобных выплат, наверное, тоже почувствуют это на своем кошельке. Другое дело в реальности, насколько это можно почувствовать, потому что, как ты уже ранее сказал, да, это все ляжет на плечи бизнеса. Но бизнес тоже хочет зарабатывать и кушать. И, соответственно, это может послужить в том числе разгону инфляции, росту цен на товары и услуги. И поводу уйти в тень. Да, и поэтому мрота у тебя вырос, зарплата выросла. Это не факт, что зарплата выросла. Не факт, что ты сможешь себе позволить из-за этого больше купить чего-то. Ну, да. Учитывая, как у нас инфляция растет. Официально там 6,5%. 7,5% даже. 7,5% уже. Но по факту мы все видим в магазинах. Отлично. Еще одна любопытнейшая депутатская инициатива. Макс ее ждал с начала эфира просто. Значит, отличился Вячеслав Володин, спикер Думы, который предложил воспитывать в мальчиках готовность к отцовству со школы. Прямая цитата. Не хотят создавать семью, заводят кошечек и живут. Слово Максиму Жаравину. Да, поддерживаю. Который, чей возраст близится к 40-кам. Да еще очень далека до 40-ка. Ты что, я едва перевалил за 30. Ой, ладно, давай. Детали ты все. Вот, собственно, к тебе Володин и обращался. Да, он как будто бы просто подсматривал за моей жизнью и цитировал буквально про меня. Надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, к отношениям, в том числе к семье и к женщине. Посмотрите, сейчас они не хотят создавать семьи, заводят кошечек и живут, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время доклада на пленарном заседании вице-премьера Татьяны Голиковой. Та, собственно, докладывала о общеположении семей с детьми у нас в стране. По мнению Володина, когда мужчинам уже 40 лет, они семью не заведут. По его мнению, они боятся этого, и поэтому именно комитет по вопросам семьи должен заняться решением этой проблемы. Цитирую Володина, потому что семья – это и мама, и папа, и дети. А когда мы говорим по вопросам женщинам, то забываем, собственно, про мужчин. Добавил Володин, имея в виду название комитета ТУМ по вопросам семьи женщин. И детей. Такая вот новость. Париры. Да, мне хочется, во-первых, сказать, что депутатам нужно как-то определиться, они кого со школьной скамьи хотят воспитывать, потому что у нас там уроки мужества и военной подготовки вводят, которые как бы в одно направление у нас склоняют ребят молодых. А тут и к отцовству. Ну а что, ты прибыл на побывку или в увольнительную, быстренько задел детей и дальше? И дальше пошел. Послужить. Я, значит, ознакомился с некоторыми исследованиями, и вот что выяснилось, что число одиноких мужчин в России превышает число одиноких женщин примерно в возрасте до 40 лет. То есть пока вот людям еще до 40 лет, то одиноких мужчин у нас больше, чем женщин. Правда, что ли? Да, так выяснилось. Потом количество одиноких женщин начинает расти. Как тебе взяла на карандаш. Потом количество одиноких женщин начинает расти, а одиноких мужчин становится, наоборот, только меньше. И это связано уже с тем, что у нас мужчины, к сожалению, живут меньше, чем. Да, меньше, чем женщины умирают, и поэтому соотношение их меняется. Процент одиноких среди молодежи со временем растет. Например, по сравнению с переписью 2002 года, доля мужчин в возрасте от 20 до 34 лет, почему-то считается, что это вот тот возраст, когда люди выходят замуж, женятся и начинают заводить детей. Собственно, доля мужчин в возрасте от 20 до 34 лет, у которых нет партнера, выросла с 49,9% до 54,4%. Среди женщин с 40,6% до 42,9%. В итоге на 100 одиноких девушек 20-34 лет в России приходится 128 холостых парней того же возраста. Ну, мне уже не актуально, так что вы можете не смотреть в мою сторону. И вы еще не жалуетесь, да? Интересное наблюдение, которое применимо к нам. Заметно больше одиноких в отдаленных северных и восточных регионах. Например, в Урманской области на 100 одиноких женщин приходится 179, ребят. На Камчатке 154. Возможно, это связано с тем, что много молодых мужчин, которые пребывают на северных территориях, они работают здесь вахтовым методом. В армии, на флоте. Ну, то есть, да. Это с белокаменки. Да, да, абсолютно. Но, тем не менее, статистика-то не в чью пользу, понимаешь? Как мужчинам-то? Ну, да, ты меня даже, можно сказать, чуть-чуть порадовал этой новостью. Ваду шевел, да, ваду шевел. Ну, на самом деле, я все-таки у меня вопрос вот к господину Володину и коллегам. Друзья, чего вы лезете в семью, в постели к людям, в эти личные отношения? Ну, на мой взгляд, ну, понятно, что депутаты должны там решать вопросы как-то демографии. Но в таком назидательном тоне, что вот все должны, всем надо, вы, ну, как будто других вопросов в стране нет. Как будто других каких-то законопроектов важных нет. Интересно, как комитет по вопросам семьи будет исправлять ситуацию с боящимися семьей мужиками сорока лет. Разъяснительные беседы проводите за руку. Они уже все. А, это уже сдать и за крест поставить, да? То есть, как бы, взор в сторону молодых. Конечно. Мы же уже у нас на программе, да, не первый раз вообще обсуждаем эту тему, но мы всегда как-то касались, это больше женской половины, да, почему у нас женщины не хотят рожать, а почему не хотят вступать в брак... Вот тут Качалов, да, тут очень громко распинается каждый раз. Дмитрий Николаевич, простите. Почему не хотят мужчины заводить семьи и заводить детей? Мы как-то никогда этот вопрос не поднимали, но в целом я также тут посмотрел различные исследования, интервью психологов и социологов, которые проанализировали эту ситуацию и пришли к следующим выводам. Что, во-первых, семья воспринимается для мужчины как дополнительное обременение, потому что дети это, ну, не только цветы жизни, это очень большая, значительная статья расходов. Ну, ответственность. Ответственность, конечно. Во-вторых, как и в случае с женщинами, это учеба, потому что люди начинают вкладываться, инвестировать в свое образование. А чем дольше ты учишься, тем горизонт семьи у тебя отодвигается дальше, дальше и дальше. А подожди, а как семья мешает учебе? Ну, вот прям сильно, откровенно. Я подозреваю, что, возможно, просто времени нет. Опять же, учеба часто требует денег, в том числе. Не все сдали ЕГЭ на 500 баллов, поступили на бюджет и учатся много лет. Я, как говорится, не утверждаю, я только цитирую исследования. В-третьих, работа, разумеется. Люди стремятся закрепиться на хорошем месте и тратят много сил и времени, и ресурсов на то, чтобы состояться в профессиональном плане. Не стоит забывать и о тех, кто, в принципе, не хочет иметь детей. Ну, ты скажешь, не хочет работать. Я хочу сказать, я... Я не знаю статистику людей, которые не хотят работать в России, но вот, например, до 9% жителей нашей страны, как мужчин, так и женщин, они, в принципе, собираются оставаться бездетными по жизни. Для сравнения, в США 15% женщин в возрасте 40-44 лет не имеют детей вообще до сих пор, а в Австрии, Испании, Великобритании их более 20%. То есть каждая пятая женщина отказывается от того, чтобы заводить ребенок. Да и ради бога. Да и ради бога. Абсолютно, конечно, конечно. Нет, каждый представить по господину Володину, чтобы он контролировал. Завтра идешь знакомиться в библиотеку, после завтра на дискотеку, потом в ЗАГС. Нравится, не нравится. Мы будем следить за семейными ценностями, за развитием института семьи. На самом деле все это похоже, когда, знаете, в споре заканчиваются нормальные аргументы, и последний у тебя шанс как-то докричаться до оппонента, это, собственно, докричаться. Нет, вот я прав, нет, делай вот так. Так и здесь. Депутаты или кто-то еще, кто у нас отвечает за вопросы демографии в стране, не справились, возможно, со своей задачей по увеличению численности населения, по развитию института семьи. И сейчас уже в таком несколько маниакальном каком-то формате пытаются донести мысль, что папа, мама едет, это вот настоящая семья, а вы едете со своими кошечками вообще. Здесь можно провести параллели с тем же состоянием жилого фонда, жилищного фонда, о котором я говорила вначале. Какая-то хитрая параллель. Нет, я к тому, что если своевременно следили бы за состоянием помещения, то как бы мы не имели бы возможности той ситуации, которая сложилась сейчас. Точно так же и здесь. Просто я перефразирую немножко то, что Максим сказал. Если бы своевременно все вот это вот двигались в нужном направлении, то не нужно было как-то выражать, что сейчас вот это вот кричать, бить кулаком и вот в таком практически ультимативном порядке какие-то вот... Демографическая политика, значит, где-то дала сбой. Где-то сработала неэффективно. Слушай, но мне кажется, что она завязана сильно и на экономике, и на вот этих вещах. То есть почему был такой провал в 90-е, да, говорят, вот это потерянное поколение. Ну, потому что люди тогда откровенно боялись рожать, не знали, что завтра будет. Ну, совсем. Потом вот двухтысячные более-менее спокойные и сытые, и статистика поползла вверх. Сейчас, мне кажется, тоже такая неопределенность. Абсолютно. Расскажем, люди нервничают, доллар скачет, в мире нестабильно. И ты уже, дело даже не в том, что там, ну, как-то прям вот боятся, как говорит господин Володин, но можно понять этих мужчин. Ну, ты не знаешь. А господин Качалов говорит, что сейчас наиболее стабильное время для рождения детей. Господина Качалова, когда заберут на фронт по повестке, тогда вот поговорим, когда он там стабильно-нестабильно. Господина Качалова с нами сегодня нет? На секундочку. Ну, неважно, да. Ну, я имею в виду вот эти аргументы, знаешь, лучшее время. Ну, опять же, правильно говорят, никогда нет лучшего времени. Но просто личное дело каждого. Ну, конечно, да. Кто-то боится, кто-то не боится. Ну, пожалуйста. Я почему-то вспомнил фильм «Идиократия», который, собственно, с этой проблемой начинается, что люди, которые там как-то сильно думают об экономике, о том, как вообще мир вокруг них работает, спокойное-неспокойное время, они бесконечно откладывают рождение ребенка. И там по сюжету фильма, собственно, настолько откладывают, что муж, в конце концов, умирает, и как бы возможности завести ребенка нет. В то же время параллельно показывают семью там каких-то вообще оболтусов, я не знаю, живущих в общаге, у которых там 25 детей, от семьи жен, они там вообще ни о чем не думают, ни о каком будущем, просто рожают, потому что вот у них такая вот, так жизнь не свою построили. Ну, горе от ума, часть есть в этом смысл, безусловно. Ну, мне кажется, тут вот действительно у каждой семьи или не семьи, у каждого человека своя правда. Да, у всех разные жизненные обстоятельства, опять же. Еще одна интересная инициатива от депутатов. Что они еще придумали? Ой, ну слушай, это вечная тема, мне кажется, нескончаемый поток инфоповодов. Вот, и, значит, ЛДПР... Уже хорошо. Да, уже сразу обещает, да, значит, а именно депутат Нилов, тот самый, внесли, значит, партия внесла проект о запрете любой рекламы энергетиков. Значит, чем они угодили-то им? Опасное увлечение искусственной бодростью и бесконечным зарядом организма. Депутат считает, что молодежь часто заблуждается насчет неисчерпаемости подаренных природой собственных ресурсов и не думает о рисках вредного воздействия энергетиков на свое здоровье. На здоровье очень много, что оказывает вредное воздействие. Кофе? Да, то есть я тут тоже не согласен, но можно... Я согласна. Ну, слушай, тогда можно... Вопрос же в дозировках и в грамотном использовании. Ну, а как ты будешь дозировать продажу? Употребление дозировать надо. Народ приходит на работу, они вот через каждую, я не знаю, там час-два они литрами пьют эти энергетики. Я один раз выпила две банки энергетика, когда я две ночи не спала. Один единственный раз. У меня движок чуть вообще не... Пределы тела не покинуло, я решила, что как бы... Это личный опыт. Но слушай, формально, если в нормальных дозах пить энергетики, ничего тебе не будет. И исследований о таком вреде нет. По такой логике можно запретить продавать, я не знаю, кухонные ножи. А вдруг ты порежешься? На раз-два вообще. Картошку больше отдала килограмма в руки. Ты если съешь пять килограмм картошки, ты хорошо будешь чувствовать? Как ты думаешь? Да можно и помереть. Я люблю картошку. Можно и помереть, да. Ну, то есть такая логика. Вред их не доказан. Это тоже вот называется вот какому-то человеку взбрело в голову. Вот у него такие убеждения, и он давай всех воспитывать. Вот этот назидательный, воспитательный тон, ай-яй-яй, энергетики, давайте запретим всем. Ну, давайте тогда в первую очередь алкоголь запретим. Уж очевидно, он вреднее. Ну, алкоголь мы не рекламируем теперь. Мы его не рекламируем. Ну, подожди, во-первых, на цифровых площадках он рекламируется вполне себе. Ну, да. В интернете, например, да. Во-вторых, ну, мы прекрасно понимаем, как алкогольные компании рекламируют тебе там условно, любое пиво, добавь слово безалкогольное, и вперед. То есть, тогда за этим надо следить жестко. Или запрет, если оно такое вредное. Давайте не продавать. Ну, у нас-то в регионе уже был введен полный запрет несовершеннолетним продажи энергетиков. Ну, теперь, видимо, хотят запретить полностью. Ну, да. Ну, опять же, мне кажется, такая инициатива уж, скажем так, из области фантасты... Не пройдет сито, не пройдет. Сильно не пройдет, но, тем не менее, в очередной раз партия ЛДПР засветилась. Не знаю, что нас ждет. Может быть, и энергетики, может быть, картошка, а может, что-то еще мы узнаем в рекламе на Большом радио. 45-09-45. Друзья, напоминаю, телефон прямого эфира и номер для ваших сообщений 8921-045-1045, вайбер, ватсап, смс. Как вам удобнее. Пишите, принимайте участие в наших беседах, в наших спорах. Делитесь своими новостями. Либо выражайте свое мнение касательно новостей, которые вы услышали уже сегодня в эфире и услышите. И мы поговорим дальше еще об одном продукте сомнительной полезности, а именно о вейбах. Я бы сказал вообще не полезности. Но вы со мной спорили насчет энергетиков? Я на всякий случай решила это. Вдруг у вас тоже тут какие-то контраргументы будут? Нет, Кать, но мне нравится. Это вот твоя политкорректность в духе времени по поводу хлопков там и прочего. Это продукт с сомнительной или даже отрицательной полезностью. Ну, как бы и вашим, и нашим. Так вот, зависимость между вейпингом и социальными сетями выявили ученые среди молодежи. Интересно. Ученые из университета штата Пенсильвания провели исследование, которое показало, что пристрастие молодежи к вейпингу может быть связано с воздействием социальных сетей. Неожиданно, правда? Абсолютно. Результаты исследования были публикованы в журнале Science Direct. С учетом широкого распространения соцсетей среди молодежи, производители электронных сигарет активно используют эти платформы для рекламных кампаний, позиционируя вейпинг как более здоровую альтернативу курению. Однако, жидкости для вейпа содержат никотин и другие токсичные вещества, которые вызывают ряд заболеваний. Собственно, ни для кого это не секрет. Проанализировали ученые данные национального опроса, проведенного в 2022 году среди молодежи, о потреблении табака. В опросе участвовало около 23,5 тысяч учеников средних и старших классов. Главным критерием была частота использования электронных сигарет школьниками в течение предыдущих 30 дней. Ну, собственно, тут очевидно, какие результаты выявили ученые. Оказалось, что как бы... Парили как не в себя. Да. Те, кто большую часть времени и больше времени, чем другие одногодки проводили в соцсетях, те, соответственно, больше употребляли и прибегали к употреблению вот этих вот сомнительной полезности или совсем не полезности штук. Ну, слушай, странно. То есть имеется в виду, я правильно понимаю, что авторы исследований говорят, что вот именно реклама в соцсетях склоняет людей к вейпу. Но мне кажется... Реклама в соцсетях и то, что как бы чем больше времени ты проводишь в соцсетях, знакомишься с какой-то информацией, которая провоцирует рост твоей тревожности, становишься более тревожным и мнительным. И тянется, рука тянется. И рука тянется просто к вейпу. Три момента, которые хотел бы обратить внимание. Реклама у нас сейчас в социальных сетях вся таргетированная. И то есть что ты там смотришь вообще в интернете, то тебе реклама и показывают. Мне не показывают почему-то рекламу вейпов. Мне показывают там недвижку, инвестиции, платьяшки, туфельки. Платьяшки мне не показывают. Ну, мне, соответственно. Это возможно, да, тебе. Поэтому делать выводы о том, что кто какую рекламу смотрит, то такую ему показывают. Слушай, ну вот не скажи, таргетировать-то можно и по возрасту. Они понимают, что взрослый Максим уже вряд ли поведется на рекламу каких-то жижек, вейпов и прочего. Красивых таких вот карточек. И не забываем про сетки. А вот тинейджеры... Потому что вот у нас на работе тоже там в обед одна залезет, что-нибудь как посмотрит, а потом это начинает вылезать у всех остальных. И мы такие, так, кто у нас искал вот это? Слушай, ну мне кажется, все-таки это больше вот история во дворе. Вот кто-то завел и погнали. Потому что наших, российских, по крайней мере, подростков, мне кажется, соцсетями сильно не пронять. Тем более сейчас все ставят блокировку этих реклам, там и так далее, и так далее. Вот, и просто вопрос, дают ли тебе ремня за это дома? А второе, много ли... Спалился ли ты для начала? Ну, все равно все палятся, как правило. Ну, а второе, много ли в твоем окружении детей? Это вопрос социализации. Если у тебя в банде все, значит, парят, то, скорее всего, скорее всего, ты тоже к этому пристрастишься. Ну, да. Это никак не связано с использованием социальных сетей. В моем представлении, я, конечно, не знаю, как молодежь современная проводит, дети, в частности, проводят время в социальных сетях, но все-таки в моем представлении социальные сети это все-таки больше история про общение, в первую очередь. И если ты находишься в тусовке, в которой вейпы с сомнительной полезностью или, может быть, даже отрицательной как-то культивируются, то ты, скорее всего, примкнешь к этому. Плюс еще, смотри, если подросток не проводит время в соцсетях, можно предположить, что у него не так много гаджетов. Можно предположить, что у него не так много денег, и поэтому у него просто на вейп нет денег. Или друзей. Ну, тоже логично. Такая корреляция. Ну, в общем, такое себе исследование. Все, минус, минус этим исследователям из Пенсильвании. Пойдем дальше. Следующее тоже исследование, тоже статистика, тоже любопытные цифры. Опять возвращаемся в нашу любимую столицу Заполярия, которая попала, наконец-то, в топ-3. То есть, если по вводу нового жилья мы... В ботом-2. Да, в самом низу. В антирейтинге. В антирейтинге. То есть, здесь мы в рейтинге попали в тройку городов по доходности от сдачи квартир в аренду. То есть, в Мурманске выгоднее всего покупать квартиру. Ну, точнее, Мурманск один из самых, в этом смысле, приятных и прибыльных городов, где можно купить квартиру и сдавать ее в аренду. Значит, какие цифры? Самые привлекательные для арендодателей, самым привлекательным городом стал Нижний Тагил. Доходность от сдачи квартиры в аренду составляет 8% в год. И если ты купишь квартиру сейчас, начнешь ее сдавать, то окупится она за 13,2 года. Как-то не очень быстро, так прямо скажем. Ну, не очень быстро, но время-то быстро летит, как ты знаешь. То же самое и в Махачкале. То есть, те же 8%, окупаемость даже 12,5 лет. Ну, а на третьем месте Мурманск. Доходность составит 7,2% годовых, а окупаемость чуть меньше 14 лет. Вы цену видели на квартиры вообще? Ну, сейчас-то лихо все повскакивало. И учитывая вот много приезжих, проект на той стороне залива, говорят, что однушки вообще какие-то космические деньги стоят. Я тебе прям расскажу. И аренда также. Аренда стоит космических денег, и однушки по цене стоят вообще совершенно каких-то не укладывающихся у меня в голове цифр. Миллионов. Миллионов, да. Вот в июне знакомая продавала однокомнатную квартиру почти на горе, за КТМом, за театром Мурманск, на улице Карла Маркса. Самая обычная под ремонт однокомнатная квартира ушла за 3,6 миллиона рублей. Это что? Неплохо. Ого. То есть, ну, там что-то в ней осталось, какая-то мебель, ну, то есть, очевидно, что квартира все равно требовала какого-то ремонта, хотя бы косметического, ну, вот, 3,6. Ну, вот, да. И тут, видишь, я не знаю, учитывает ли это исследование в плане окупаемости 13 лет, мне кажется, быстрее, потому что квартиры все равно не дешевеют. Вот все и риэлторы, там, многие говорят, и аналитики, что, ну, подождите, когда-то наступит это снижение. Но в целом, я смотрю, ну, если брать, допустим, раз в год смотреть на стоимость квартир, то они только дорожают. Вот, ну, не видел я, чтобы вот сейчас квартира стоила 4 миллиона, а через год она стоит 3. Не, ну, 3,6, я что-то прям в шоке. Вот у меня квартира в доме, в центре города, кирпичка однокомнатная продавалась, ну, года 4 назад, ну, в таком довольно убитом состоянии, там речь шла где-то, ну, полтора миллиона, но чуть побольше. 1,7, 1,8. Когда это было? Ну, года 4, может, назад. Это соответствует действительности, действительно, в 2020 году до ковида, и я просто помню, потому что интересовался этим вопросом, точно такая же вот однокомнатная квартира в девятиэтажной панельке стоила 1,9 миллиона. Вот. А теперь 3,6. Ну, двушка на горе сейчас спокойно уходит за 5. Да. Обалдеть. Например, я точно знаю, тоже интересовался этим вопросом. То есть за 3 года рост почти в 2 раза получился. Вот тебе и окупаемость. Поэтому у кого есть лишних несколько миллионов, то вот такая инвестиция вполне себе разумная. Только осторожненько, наверное, надо, потому что бывали случаи, не раз мы видели в тех же соцсетях, а в новостных лентах, как сдавали там каким-то семьям без договоров, без ничего, а потом в итоге люди уезжали и за квартиру не платили, и в таком состоянии после себя помещение оставляли, что туда уже хоть ремонт дальше делай. Ну, это банальная финансовая грамотность, конечно. Я быстренько посчитал, если при цене однокомнатной, если вы покупаете однокомнатную квартиру за 3,6 миллионов рублей с целью, чтобы потом ее сдавать, то при окупаемости, да, за 13,2 года, которые на меня насчитали мир квартир, стоимость аренды должна составлять не меньше 23 тысяч рублей. Ну, сдашь ты ее за эти 23 тысячи, да, вполне себе. Да, да, Екатерина. Я что-то отстала от жизни. Очень, очень. Это вот, это сейчас, причем не с рынка этих, хочу сказать, вот для таких вот, для обычных панельных однокомнатных квартир, это вот. Ну, с другой стороны, это включая коммуналку, да, уже? Сильно сомневаюсь. Тут как договоришься. Все убило. Ну, еще тысяча четыре за коммуналку, да. Какой четыре? Ну, четыре ты, конечно, перегнул, там обычно просят счетчики плюс интернет, но это ты в полторы, в две тысячи еще сверху накидывай, ну и получишь такие, в общем-то, средние по Мурманску 25 тысяч рублей за вменяемую квартиру. Да, однушки очень ликвидные на самом деле, поэтому вот и думай. Нужно Мурманску новое жилье и те самые, да, новые дома? О чем речь? Ну, там. Или нет? Ну, там. Тем не менее, продолжая тему экономики и пугающих нас миллионов, друзья, еще одна новость. Хорошая! В духе заживем, что грустим-то? Пять миллионов, ха, копейки. Значит, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что российская экономика растет быстрее ожиданий. Она завершила этап восстановления и по многим ключевым показателям растет быстрее ожиданий. Даже в условиях санкций, по данным Всемирного банка, в прошлом году наша экономика вошла в пятерку крупнейших в мире. Россия обогнала Германию и стала крупнейшей европейской экономикой. Значит, заявил Максим Решетников на правительственном часе в Государственной Думе. Верим? Серьезно, да? Обогнали Германию, чего вы? Он точно про Россию говорил. Я не знаю, я не знаю, как вот можно, ну, то есть ты министр федеральный, как можно делать такие заявления? Ну, то есть, наверняка какие-то цифры, ну, то есть он же не может просто откровенно сочинять. Какая-то презентация наверняка еще какая-нибудь красивая была. Да. С графиками, с циферками. То есть по каким-то показателям, да, наверное. Но, ну, посмотрим на рынок, посмотрим на инфляцию, посмотрим на, ну, на многие вещи, ну, объективно, да, с точки зрения обычного жителя. Я был в Германии когда-то давно, правда, но тем не менее, но бывал в Европе неоднократно. Ну, не знаю, вот как-то не стал я так жить лучше прям, чем все европейские экономики. Может, ты просто еще не прочувствовал? У тебя не возникло, да, ощущение, что ты обогнал Германию? Нет, честно сказать, пока нет. Значит, задача следующего этапа, то есть с этим все понятно, мы уже всех обогнали. Победили. Задача следующего этапа – переход к долгосрочному экономическому росту. Согласно подготовленному прогнозу социально-экономического развития по итогам восьми месяцев валовый внутренний продукт вырос на 2,5% и полностью компенсировал прошлогодний спад и превысил уровень 2021 года. Что точно превысило уровень 2021 года, так это цены на все в магазине. Я не знаю, откуда вот это все, да. Ну, значит, смотрите, на что метит наше государство дальше. То есть основой дальнейшего роста станет внутренний рынок и спрос, который будет обеспечен за счет ростов дохода населения. МРОД уже подняли. Именно. Мер социальной поддержки. Тоже там материнские капиталы, выплаты и прочее поднимают. Да-да-да, льготы там всякие. Предпринимательские доходы должны расти, а также инвестиции, подчеркнул министр. Сейчас главное это обеспечить растущий спрос товарами и услугами отечественного производства. Ну, то есть понятно, что у нас политика протекционизма, да, и всячески стимулируется наше производство всего, что можно. И москвичи у нас уже отечественные, и телефоны уже отечественные, сыровары, пармезаны, колбасы, все это уже. Москвичи это не жители Москвы, да, а автомобили надо. Ну, естественно, конечно. Хотя уж жители Москвы-то уж отечественнее некуда. Вот, то есть вот такие планы, значит, у нас по светлому экономическому будущему. Честно, я не знаю, чего комментировать. Я вот, я тоже, у меня слов нет, я не знаю, что сказать. Вот как хотите, друзья, так и сращивайте в голове заявление и то, что вы в магазинах, то, что на ваших, я не знаю, у кого-то еще сберкнижках, там, квиточках по зарплате и так далее. Пересматривайте мироощущение свое. Да, ну вот, чтобы перейти к следующей новости, скажу, что пристальное внимание, по словам, опять же, министра Ирешетникова, уделяется развитию искусственного интеллекта. С 2021 года в рамках федерального проекта профинансировано более 800 разработчиков перспективных решений и 8 крупных компаний, которые осуществляют пилотное внедрение. Ну, тут что сказать? Это долгосрочная инвестиция, мне кажется, это правильно, то есть это рынок такой, ну, один из ключевых. То, что актуально сейчас. Да, а IT это деньги, в любом случае, все уходит в цифру, в искусственный интеллект в том числе. Вот, и в этой связи меня радует следующая новость. Минцифры, да, предложила составить белые списки компаний для разблокировки VPN. То есть, что произошло? Заблокировали часть сайтов, да, как мы знаем, часть ресурсов и так далее. Люди, и в том числе и компании, и IT-компании, и компании, которые занимаются цифровой безопасностью, поняли, что так работать невозможно, и начали пользоваться VPN. И теперь, ну, VPN, естественно, запрещают. Ну, да. Но для некоторых будем исключение делать. То есть, вот такая сложно-многослойная комбинация. Запретили сайты, потом запрещаем VPN, но некоторым разрешаем. С черными списками разобраться не могут, пытаются создать белые списки. Да. Такая дырявая история сейчас будет, мне кажется. Ну, значит, история в том, что целое сообщество предпринимателей обратилась в Минцифры, ну, если совсем просто говорить, да, то работать невозможно. Авторы обращения, значит, это ассоциация специалистов, инвесторов и организаций в сфере информационных технологий. МИД, мы, IT. Значит, авторы обращения попросили разъяснения относительно регулярных, неафишируемых экспериментов по блокировке в Рунете защищенных каналов связи, использующих определенные протоколы и технологии. Значит, они говорят, такие эксперименты, очевидно, имеют благие намерения, однако, негативно влияют на бесперебойность сетевой инфраструктуры в различных сферах действующего бизнеса, включая сферу финансов, безопасности и обеспечения жизнедеятельности. То есть, как выясняется, все эти блокировочки могут влиять напрямую на безопасность, экономическую и даже обеспечение жизнедеятельности. Запрещали, 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 запрещали и приехали. Ну, теперь кому-то немножечко калиточку чуть-чуть крайних Да, как будто бы никогда такого не было. Сколько Роскомнадзор пытался там, да, различные сайты и сервисы блокировать, вместе с этим блокировал еще и то, что нужно было на самом деле, чтобы оно работало. Ну, самый яркий пример это Телеграм. Ну, все, долой, кыши, все такое, а теперь у каждого ведомства есть свой Телеграм-канал с галочкой. Обязательно, премиум, еще и сторис теперь могут там публиковать. Вот, ну, да, Кать, я согласен, тут надо подумать, переварить эту новость, пока звучит реклама на Большом Радио. Остается еще немного времени у вас, друзья, чтобы дозвониться в нашу студию 450945, делитесь своими новостями, мы тут вам инфоповодов накидали, ого-го. Да, и Екатерина продолжает с тоской смотреть на планшет и телефон, куда вы можете отправлять свои сообщения. Ждать того самого. Да, того самого из 120 мужчин на 100 женщин. 8921-045-1045, вайбер, ватсап, смс и телеграм. Ну и как правильно заметил Максим во время рекламной паузы, когда мы обсуждали следующую новость, рост должен быть во всем. Экономика растет по всем заявлениям, да, все у нас растет. Вот, в том числе по статистике и, ну, скажем так, по информации телеграм-канала Мэш, цены на стоматологические услуги тоже вырастут минимум на 30% уже к Новому году. Вот, ну и виновники давно известны, тут можно процитировать прям телеграм-канал, курс, санкции и логистика. Но есть еще и парочка внезапно других, скажем так, причин и факторов, вот. Это, конечно, проблема с импортом, да, иностранных материалов, иностранных, там, препаратов и так далее, и так далее. Вот, потому что большую часть рынка занимали иностранные компании, да, сейчас с этим все сложно, вот, и запасов не остаются, соответственно, цены на то, что есть, растут. Вот, например, вот я тут вообще удивился. Не осталось анестезии без адреналина, которую предлагают беременным и людям с аллергией. Ну, мне кажется, это очень серьезная история, да? Да, ну да. То есть тут у тебя останется какой вариант? Без анестезии, что ли? Ну, в 21 век сразу вспоминаются вот эти школьные жуткие бурмашины. С клешнями, когда тебе вырывают зубы. Да, да, да. Ну или как? То есть если у человека аллергия или действительно беременный, там, срочно зуб заболел без адреналина, ну, адреналин, понятно, что запрещен, но другой анестезии не останется. И вообще привет. Только общий наркоз. Только общий наркоз. Нежели богато, нечего и начинать. Вот. И импланты, естественно, тоже подорожают. Хотя куда уж дорожать имплантам, я не знаю. Эти там уже чуть ли не семизначные цифры. Значит, швейцарский премиум-класс взлетит на 30%, корейские бюджетные варианты на 10-15%. Вот. Цены, конечно, и зависят от клиники, но в любом случае готовьтесь платить по-крупному, делает вывод телеграм-канал Мэш. Ну вот еще года 4 назад у меня подруга в Санкт-Петербурге практически полностью рот себе сделала за 450-500 тысяч. Ну не сказать, что там что-то... Понятно, что вот эти вот тоже импланты там в зависимости от материала, там стоимость может быть бесконечная. Слушай, ну и в зависимости давай от их количества все-таки, да? Ну а нам прилично сделано. Две, три, пять, семь, кому-то полностью челюсть, кому-то еще что-то. То есть я к тому, что вот тогда это были такие суммы на кредиты брала, а сейчас это, мне кажется, это просто уже Unreal. Ну вот. Кто себя запустил, ребята? Идея, на что можно потратить материнский капитал. Да. Ну только если детям сразу делать. Все искусственное. Не дадут же на свой-то, на свои зубы. Не, грустненько. С учетом доступности бесплатной стоматологии, вернее, ее недоступности. А она вот действительно недоступна, мне кажется, почему нет? Нет, Дим, я вот, я каждый раз, я уже много эфиров, я уже не буду повторять эту историю. Я рассказывала, как я пыталась записаться просто гигиенисту. Год. Год или полтора я пыталась, потом я забила всю эту историю и просто приобрела там средства, аппараты, когда можно это делать дома. Понятно, что дома это будет не так, но тем не менее. Это правда, это очень сложно. У меня в поликлинике выдают талончики к стоматологу по вечерам, где-то с шести часов вечера начинается раздача. И очередь за этими талончиками выстраивается чуть ли не с обеда. Единственная история... Потому что их там выдают прям какое-то очень маленькое количество. Единственная история, на которую я натыкалась, это ты же можешь подписаться, если номерок отсутствует, но как бы у врача все занято, ты можешь подписаться. И когда появляется номерок, тебе моментально практически приходит письмо на почту в ряде случаев. Не знаю, всегда ли это работает, но вот у меня работала со стоматологией как раз. И тут главное очень быстро успеть среагировать, быстро получить письмо, быстро перейти по ссылке и быстро забрать этот талончик. Но талончик почему-то выкидывается всего один раз в неделю на вечернее время, где-то 18.30, всего на 15 минут. То есть, видимо, ты приходишь к врачу, он тебя быстренько смотрит перед тем, как пойти домой. И как бы если... Ну и дальше уже принимает решение, либо, возможно, я надеюсь, дает тебе номерок потом на нормальное количество времени, они говорят, ну как бы, ну окей, ты пришел, я посмотрел, да, у тебя все плохо, приходи еще. Ну что, тренируем реакцию и изучаем рецепты супов пюре, да, крем-супов и прочих. Из тыквы хорошие. Не сильно, да, тем более сейчас сезон тыквы. Формируйте новогодний стол, так сказать, с умом. Да, смузи, коктейльчики и все прочее. Следующая новость тоже про рост у нас, друзья. Сколько сегодня экономических новостей, да? В России продажи пикапов выросли почти в три раза. Значит, в сентябре этого года, только за месяц, я так понимаю, продано 1736 пикапов, да, а за год эта цифра выросла в 2,7 раза. Вот, и интересно, что доля УАЗиков упала, а растет доля китайских пикапов. Ну, как она в всем автомобильном рынке. Жак, вот не знаю до сих пор, как ее правильно читать. G-A-C, Жак. А может быть, Як? Может быть, Як, Яс. А может быть, Джек? Ну, возможно, не суть, важно, да. Тем не менее, да, такая вот статистика. Ну, и я, кстати, вот замечу, понятно, что у нас это, видимо, связано с тем, что все больше и больше людей возит туристов в Териберку, но тоже обратил внимание, в городе все больше вот этих, как будто бы легковых автомобилей. Понятно, что налог платится как за легковушку, но по виду это уже грузовик. Просто вот эти, которые огромные, Хайлюкс, Тойота, да, там, Дод Шрам и прочие вот эти. Митсубиши тоже. Да, 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 которые просто, ну, реально грузовик. Туда можно маленький автомобиль в кузов ему поставить, поехать дальше. Ну, возят же там квадроциклы или еще что-нибудь такое. Да, да, да. Почему бы и нет. То есть вот такая статистика, видимо, ну, я не знаю, почему в три раза по стране в целом выросла, но, тем не менее, вот факт есть факт. Может быть, у нас же дороги хуже, и пикап как будто проходимее. Или те же фермеры активно развивают свои хозяйства, да, и как раз пикап незаменимая история. Построили люди себе частные дома, возят туда дрова, воду, топливо. Вот, ну, тем не менее, значит, такая вот, собственно, новость. И последний опрос, последние цифры статистики в нашем выпуске, но не последняя, конечно, новость. Значит, россияне определили средний возраст для наступления старости. И это 70 лет и, ну, практически 7 месяцев. Ой, не скоро еще. Да, значит, что ученые из МГУ Ломоносова и федерального исследовательского социологического центра Российской Академии Наук провели исследование и вот выясняли субъективно, то есть задавали, по сути, один вопрос. Как вам кажется, когда наступает у человека старость? То есть такие ощущения личные. Да, это личные ощущения, то есть там понятно, что для каждого как будто бы по-разному, но в среднем вот россияне считают, что в 70 лет. Я соглашусь, наверное, хотя еще, ну, вот вспоминая там условно 20 лет назад, в свои 20. Оказалось, что, ну, 50 — это уже старость. Это старость. А она уже тут эти 50 не так и далеко. Да, и кажется, ну, ничего страшного. Еще не старость. А ты еще крапиву палкой рубишь. Да, и лего собираю иногда. Вот. Интересно, что в зависимости от пола участников информация отличается, но не сильно, да, цифры отличаются. У мужчин, по мнению россиян, старость в среднем наступает в 69,4 года, а у женщин в 68 лет. Вот. При этом женщины отодвигают границы пожилого возраста на более поздний срок. Ну, понятно, что девочкам всегда хочется быть молодыми. Конечно, моей маме 67 лет. Я приезжаю, когда к ней в гости по субботам, я все время к ней езжу. И она, слушай, ты знаешь, я тут такой комбинезончик красивый видела, ты можешь это, давай закажем. Ой, что-то духи у меня закончились. Так что у меня вот нет. Ну, история про старость, это же не только про то, как человек выглядит, да, это то, как он вообще свою жизнь строит, чем занимается, куда ходит, чем занимается, какую музыку слушает, на чем слушает. Ну, да, все-таки я вот тоже замечаю, что сейчас все больше, знаете, пенсионеров, например, которые там и гаджеты осваивают, и какие-то клубы по интересам и прочее, и прочее, и прочее. Хочется, чтобы было все как можно больше активных Так вот, и их разве язык повернется стариками назвать, но нет. Ну, да, вообще старость, действительно, это очень субъективная, как и молодость. Да, да, конечно. Да, то есть есть какие-то в законе, там, да, вот молодежь считается до 35 лет, но 35 с половиной уже не молодежь. Уже все, пора на свалку жизни. Да, некоторые в 25, как бабки общаются. Но в то же время, да, у нас все еще в обществе, мне кажется, есть какая-то такая, может быть, не знаю, как правильно позвать, стигматизация, да, у нас есть там клуб старшего поколения, есть там в ДК Кирова танцплощадка, это, собственно, танцульки для бабушек и для дедушек. Да, и сегодня как раз в троллейбусе ехала, и как раз афишка у меня была вот с мероприятием в Кировке. То есть так странно это на самом деле, особенно в наш цифровой век, как-то вот загонять людей в такие прям вот узкоспециальные места и обзывать это все танцплощадкой. Да, еще как будто, знаешь, пытаются это все завуалировать еще там, знаешь, почтенного возраста. Какое-то вот такое, знаешь, для тех, кому за и многоточие. Ну, вы либо не делайте этого вообще, чтобы все были равны, либо уж пишите по-честному, да, а то какие-то вот экивоки. Чувствуешь себя бабушкой? Приходи к нам. Да. Ну, и напоследок у нас новости из сферы туризма довольно забавные. Сегодня в соцсети Мурманска облетела новость, точнее не сегодня, а еще вчера вечером, о том, что 50 туристов не могут выехать с пляжа в Териберке. И фотографии, как автобус, уже не джипы, которые обычно там застревают, а автобус заехал на тот самый пресловутый пляж. И якобы, а потом это все разлетелось по новостным агентствам, и там уже я читал такие заголовки, что в Териберке застряли чуть ли не с ночевкой, 50 человек, кошмар, кошмар, там безалаберность водителя и все такое прочее. Как они себя чувствуют, неизвестно. Вот, ну, о чем это говорит? Во-первых, о том, что не все источники качественные. Есть у нас, ну, чего греха таить, и группы, и телеграм-каналы, которые грешат тем, что увидели фотографию или новость, сразу написали громкий заголовок, где-то приврали и вперед. Вот, ну, и мне понравилось, что подключились сразу комментаторы. И комментарии тут интереснее даже, да? То есть, собственно, Елена пишет, что уважаемая группа, прежде чем собирать сплетни из желтой прессы, могли бы обратиться к первоисточнику. Выяснилось, что эта Елена и была гидом у этой группы. О том, что автобус каким-то волшебным образом закопался в песке, хотя изначально стоял на твердой поверхности, узнала от водителя. Вот, и поскольку водитель самостоятельно не мог решить эту проблему, или не хотел, со своей транспортной компанией гид, молодец какая, взяла инициативу в свои руки. За 10 минут прислали машину МЧС. Ну, тут я не знаю уж, насколько это правда за 10 минут. Ну, с волшебным образом закопался в песке, это тоже вопросы возникают. Ну, ладно. Вот. Телепортировался с парковки на пляж. Стоял, стоял, он такой, ой, в песке стою, что случилось-то? Ну, да, я думаю, все водители знают опасность этого пляжа, тем более водители автобуса. Тем не менее, значит, машина МЧС вытащила автобус, значит, и поехала далее по песку. Водитель самостоятельно принял решение не ехать по более твердой поверхности, а ехать за машиной МЧС. В результате чего закопался еще больше. Вопросы, опять же. Ну, ладно. Слабоумие и отвага. Да, поэтому из Мурманска выехали два автобуса, которые туристы, собственно, и забрали. Дело было, ну, еще не совсем зимой, да, понятно, что никто там не замерз, сильно не застрял, все разрулили, но, тем не менее, как бы там ни было, да, факт, вот фотографии подтверждают, автобус там застрял, и я уже не знаю, ну что? Вот в таких случаях у меня... Огородить забором. У меня в таких просто вопросов, мне прям хочется узнать, о чем думал человек, на что он рассчитывал, то есть чтобы что? Ну, я понимаю безголовых, которые там, да, на джипах по литерали проезжают по пляжу, хотя они там наверняка видели эти сотни фотографий, как люди застревают на пляже, а потом их там заливает прибоем, но автобус... Мой Бобик обязательно проскочит. Мысль понятна, да, а здесь, ну, то есть ему что, доплатили, чтобы он лишние пять метров проехал? Он поближе, ну... А там же, ну, очень близко это все. То есть это не то, что решил сэкономить полчаса времени. Там, ну, экономия есть... Риберку 15 минут нужно пройти. Да, а то минута. Ну, вот... Странно. Тем не менее. Внезапный прилив. Я не знаю, но, может быть, уже стоит там тем, кто этот парк природный делает, или администрации Риберки, ну, какой-то уже огромный плакат уже повесить, я не знаю. Нет, ты здесь не проедешь, да? Да, ты не проедешь. А они все равно поедут, ребят. Как с этим мостом-то, под которым газели-то постоянно объедутся. Газель не пройдет, и она все время там все равно пытается пройти. Внезапный уже счетчик, это знаменитый мост в Питере, где, кажется, как будто бы пройдет, но не проходит, и там уже просто более 50 газелей стукнули. Мне кажется, это может быть офигенным арт-объектом для Териберки, поставить счетчик автомобилей, которые зарываются на пляже, и те, которые тонут там по итогу после прилива. Либо уже перестать, в конце концов, их вытаскивать. Ну как, люди приходят, платят денег. Денежку зарабатывают, да. Трактористу, да. Трактористу уже, у него есть свой тариф. Как тут не вытащиться? Все нормально, да, почему нет? Еще одна любопытная новость из Териберки, тоже из Телеграма. Телеграм-канал Курорт Кольского края поделился любопытной историей. То есть все знают, что камни из Териберки прут, да, и недавно их вот возвращали в очередной раз. Такая горочка-то, ого, 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 ого. Аж камни весом под 6 кило были в аэропорту. То есть аэропорт поделился очередной порцией изъятых камней. А на этот раз, значит, уперли камень, как из нового гастробара, который называется «Поморы». То есть там, видимо, оформлено все в таком стиле Териберском-Поморском с камнями. И вот, как автор назвал, клептогеология пошла дальше, вышла на новый уровень. И, значит, камень с кристаллами аметиста уперли. Но камеры, естественно, да, и гиду пригрозили разглашением. Он быстро нашел, сдал эту туристку, да, и камень вернули. В общем-то, заявления писать не стали. Все, ну, как бы завершилось мирно и разошлось без всяких заявлений в полицию. Но, тем не менее, вот такая очередная, ну, какая-то нелепая история, я не знаю. Хоть приклеивай, правда. Не, ну аметист хотя бы красивый. Я еще могу, как бы, понять какие-то природные инстинкты. У меня у родителей, у папы, папа-геолог у меня был. Всегда в шкафу вместе с книгами стояли вот эти вот камни разные, абсолютно разные. Вот меня с детства они вообще никак не будоражили. Я не понимала. Ну, зелененькие где-то, ну, вот тут блестят где-то. Но то, что это вот прям так красиво, что нужно спереть, спрятать. Ну, прийти в ресторане, где ты понимаешь, что точно камеры упереть. Ну, и тебя в любом случае найдут. Что, друзья, вот такие забавные новости у нас. Под завершение выпуска будем прощаться. Что вам пожелать? Наслаждайтесь природой, не пытайтесь ее куда-то перетащить или упереть в чемодане. Перетащите себя на природу. Да, вот это намного лучший вариант. Самого двинуть к этим камням, к этим аметистам. Наслаждайтесь природой, старайтесь согреваться, не болейте. Ваши три в квадрате. Встретимся завтра. И всем хорошего вечера. Пока-пока. Всем пока.